Среди неравного изнемогая боя Серебряный век русской поэзии богат именами, одинаково близкими веку Золотому, прошедшему прежде в 1830-е, и веку Бронзовому, прошедшему после в 1960-е. Иннокентий Фёдорович Анинский, его читатель знает кое-какие вирши, античные драмы, переводы западноевропейских поэтов, выполненные с переменным успехом, и едва ли с трепетом прислушивается к голосу одинокой музы последней царского села. Николай Бумилёв Его муза осталась одинокой, заброшенной, как сказали бы экзистенциалисты, на краю царского села, в том мире, где, вопреки всякому здравому художественному смыслу, так гармонично уживались рядом классические колоннады, турецкие минореты и китайские пагоды. Клиновский, поэты царско-сельской гимназии. Бок о бок, с этим причудливым миром находился другой. Мир пыльного летом и заснеженного зимой полупровинциального городка с одноэтажными деревянными домиками, зарезными палисадниками, с марширующими в баню с вениками под мышкой гусарами в пешем строю, с белым собором на пустынной площади и со столь же пустынным гостиным двором, где единственная в городе книжная лавка Митрофанова торговала в сущности только раз в году, в августе, в день открытия местных учебных заведений. Клиновский, поэты царско-сельской гимназии. Читатель, скорее, полюбит городок, в котором сможет узнать знакомые черты, что из того, что на смену гусарам с вениками под мышкой пришли солдаты с ремнями не по уставу. Книжные лавки так и не разбогатели за век крутых поворотов и всенародной литературы. Пышные дворцы и огромные парки с прудами, лебедями, статуями и павильонами, при всей своей внешней разительности с убогим провинциальным миром, ещё менее понятны за ведущему глазу экскурсанта, чем нецеломудренные потуги соседа жить не хуже. Потому почти сотню лет жало голоса венокой музы. Музы Гомера и Эврипида, Ликонто де Лиле и Верлена, Гёте и Гейне. Мы изредка заглядываем к ней, хорошо ли я и там, в золотой усыпальнице классических книг. Мы помним пару фраз на латыни, а, может быть, и того менее, изредка позволяем себе спорить с тем, что совсем не ново, разве есть что-либо неприходящее в слезе ребёнка и совсем не спешим идти далее. Какое там? Ведь мы всё ещё не разрешили спора о существовании абсолютного и неведомого и не знаем, в какого Бога верить и верить ли вообще. Мы не принимаем тезисы простые и очевидные. Пожар Запада блистает в наших тусклых стёклах, зато принимаем бессонные споры. Утро в завесах тёмных окна. Александр Блок И только весна всё ещё раздражает и пьянит воспалённые взоры, простой очевидностью своей убеждая в неузыблемости мира и богатстве мечты. Май Зеложишь глаз ты с пыльно-зыбкой позолотой, но в гамму вечера влилась она тоскующую нотой над миром, что злотим огнём сейчас умрёт, не понимая, что счастье искрилось не в нём, а в золотом обманик мая, что безвозвратно синева тьма его злотившая поблёкла, что только зарево едва коробит розовые стёкла. Тьма бесчувственна, а её князь глухо слеп, и сам отличить поэта для поэтов, паладина среди войск, а он не в силах. Десятки, сотни лиц и имён. Вий, а, может, и Полифем, теряется в них, но только он опасен для паладина, окружённого магическим кругом друзей и молитв. Духи ада слушаются в царственные звуки, бешеные волки в кровожадном иступлении бродят по дорогам, но не могут причинить вреда тому, чьё оружие свет, пугающий их пуще всего. Нечисть зовёт Вия. Это страшное порождение костного мира, воплощение тьмы. Этот незнакомец в чёрном укажет на того, кто напишет реквием на свою кончину. Но тьма бесчувственна, а её князь глухо слеп. Ему нужно поднять веки. Поднять веки Вию, мирской славой носителя мысли великой. Паладину же достаточно тишины и уединения, чтобы равновременно служить абсолютному. Однако однажды, будто на площади он скажет слово, и оно зазвучит царственными звуками из полутьмы. Его обнаружат, о нём заговорят, поднимут веки Вию, обрадуют Полифема, и орды нечисти растопчут рыцаря со всей яростью, на какую только способны. Такова подлинная история Иннокентия Анинского. В связи с тем, что я писала статью «Последняя трагедия Анинского», мне было необходимо поговорить об Иннокентии Фёдоровиче с двумя людьми – с Пастернаком и с Мандельштамом. С Пастернаком я говорила осенью 1935 года, в ту ночь, когда я случайно попала к ним в полном беспамятстве, бродя по Москве. Борис Леонидович со свойственным ему красноречием ухватился за эту тему и категорически утверждал, что Анинский сыграл большую роль в его жизни, творчестве. К сожалению, я не помню точно его слова, а импровизировать чужие речи никогда не буду. С Осипом я говорила об Анинском несколько раз. И он говорил об Анинском с неизменным пиететом. Знала ли Анинского Марина Цветаева – не знаю. Любовь и преклонение перед учителем и в стихах и в прозе Гумилёва. Меж тем, как Бальмант и Брюсов сами завершили имиджи начатое, хотя ещё долго смущали провинциальных графоманов, дело Анинского ожило страшной силой в следующем поколении. Если бы он так рано не умер, мог бы видеть свои ливни, хлещущие на страницах книг Бориса Пастернака, своё полузаумное деду Лиду Лади Ли у Хлебникова, своего Раешника Шарики у Майковского и т. д. Я не хочу сказать этим, что все подражали ему, но он шёл одновременно по стольким дорогам. Он нёс в себе столько нового, что все новаторы оказывались ему сродни. Те же два были фейерверками местного значения. Прошу не путать с Блоком, у которого тоже не было продолжателей и от которого ничто не пошло, но это надо сравнивать с судьбой Пушкина. Анна Андреевна Ахматова. Трагедия Анинского ШАРИКИ ДЕТСКИЕ ШАРИКИ, 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 ШАРИКИ ДЕТСКИЕ, ДЕНЬГИ ОТЕЦКИЕ, ПОКУПАЙТЕ, СУДАРИКИ, ШАРИКИ. Эй, лисья шуба, коли есть лишний, не пожалей пятишни, запущу под самое нёбо, два часа потом глазей да воба. Хорошо ведь, говорят, на воле. Чирикнуть ваше степенство, что ли? Прикажите для общего восторгу 3.75 без торгу. Уже ли же менее за освободительное движение? Что, пасуешь? Эй, тётка, который торгуешь, – Мал? Извините, какого поймал, бывает, другой и вырастает. А наш тит так себя понимает, что брюхо не растит, а всё по верхам глядит, от больших отду. Ты который торгуешь? Да ни мне, ни кум, наблудишь, не надуешь. ШАРИКИ ДЕТСКИЕ, КРАСНЫЙ, ЛИЛОВЫЙ, ОЧЕНЬ ДЕШОВЫЙ, ШАРИКИ ДЕТСКИЕ. Эй, воротник, говоришь по-немецки? Так бери десять штук по парам, остальные даром. Жалко ты по-немецки слабенек, а не то. Уговор лучше денет. Пожалуйте, старичок. Как вы, чок в чок, вот этот пузатенький, желтоватенький и на сердце с Катенькой. Цена не цена, всего пятак. Да разве ещё четвертак? А прибавишь гривенник для барства – бери с гербом государства. ШАРИКИ ДЕТСКИЕ, ШАРИКИ, ВАМ, СУДАРИКИ, ШАРИКИ, А НАМ БЫ, СУДАРИКИ, НАШКАЛИКИ. Откровения и прозрения одинокой музы русского Версаля во многом только сейчас становятся понятны, а голос слышен. При жизни Иннокентия Фёдоровича считали поэтом для немногих. И его действительно знали немногие. Он был поэтом для поэтов. А это значит, что, подобно Сократу, Анинский умел вести диалог. Диалог между веком минувшим, девятнадцатым, равномерно напрягавшим все силы своего духа и веком наступившим, двадцатым, со всеми его преувеличениями свойственными юности. Оберегая храм, в котором трудами поколений жива мысль, Иннокентий Фёдорович хранил традиции прошлого. Его слово, тревожное, как предвоенные дни, было ясным и просветлённым, как наследие Александра Сергеевича Пушкина, золотого лицеиста русской литературы. Директорское поприще в стенах царско-сельской классической гимназии после курирования учебного процесса в Петербургской и соседних губерниях мало-помалу накладывали отпечаток как на образ жизни, так и на строймысли поэтам. Сами по себе они обеспечивали его официальную, облечённую в форменный сюртук оболочку, а также семью. Литературные гонорары были скорее лесны, чем сколько-нибудь весомы. Ответственность за души, которые были вверены его попечению, не позволяла ограничиться формальным изложением предметов. Предмет молчит, он пуст для любого, кто не вкладывает в него душу. Как вложить свою душу, не потеряв её? Это и есть искусство, целокупная культура чувств и переживаний. Всё иное декорация. Причём декорация плохая, если не учтены пропорции и размеры. Декорация Это лунная ночь невозможного сна. Так уныла, желта и больна в облаках театральных луна. Цвет полос запылён на зелёных, на бумажных колеблется клёных. Это лунная ночь невозможной мечты. Но недвижны и странны черты. Это маска твоя или ты? Вот чуть-чуть шевельнулись ресницы. Дальше вырваны дальше страницы. Автор тихих песен, мудрый Одиссей, спасшийся от циклопа под анаграммой «Никто». Иннокентий Фёдорович выверял каждый шаг в направлении от своего личного переживания к предмету общезначимому – слову, адресованному не ушам, а душам. Быть может, серьёзность сделала его действительно чем-то похожим на Козьму Пруткова. Мой портрет. Когда в толпе ты встретишь человека, который наг, чьи лоб мрачней туманного Казбека, неровен шаг, кого в лосы подъяты в беспорядке, кто в опия всегда дрожит в нервическом припадке, знай – это я. Козьма Прутков не был снисходителен к самому себе и свой автопортрет обрисовал в нещадных тонах. В 1921 году сатирические тона подобного рода приходят на ум Николаю Гумилёву. В то время я очень увлекался Анинским, – свидетельствует Георгий Адамович. Гумилёв заговорил об Анинском и сказал, что изменил своё мнение о нём. Это поэт будто бы раздутый и незначительный, а, главное, неврастенник. Как часто в своих суждениях мы говорим не о том, и когда следует высказаться по существу, размениваемся по мелочам. Спустя десятилетия после кончины учителя гениальный ученик судит о нём исключительно по стороне внешней, немаловажной только при непосредственном общении. Кого язвят со злостью вечно новой, из рода в род, С кого толпа венец его лавровый безумно рвёт, Кто ни пред кем спины не клонит гибкой, знай – это я, в моих устах спокойная улыбка, в груди – змея. Казьма Протхов В гимназии, хранившей верность древнегреческому языку, ученик младших классов, Дмитрий Кленовский, запомнил директора памятью детской и непредосудительной. Он выступал медленно и торжественно, с портфелем и греческими фолиантами под мышкой, никого не замечая, вдохновенно откинув голову, заложив правую руку за борт форменного сюртука. Мне он напоминал тогда Козьму Прутхова с того известного портрета, каким обычно открывался томик его произведений. Анинский был окружён плотной, двигавшейся вместе с ним толпой гимназистов, любивших его за то, что с ним можно было совершенно не считаться. Стоял несусветный голдёж. Анинский не шёл, а шествовал. Медленно, с олимпийским спокойствием, с отсутствующим взглядом. Может быть, в эти минуты он слагал заключительные строки к своему знаменитому сонету, как к Серафиму Боттичелли, склонивший локон золотой на гриф умолкший виолончелли. Так или иначе, но среди смертных Анинского в те минуты не было. В стенах царско-сельской гимназии находилась только его официальная, облечённая неоформенный сюртук, оболочка. Дмитрий Кленовский, поэты царско-сельской гимназии Третий мучительный сонет СТРОФЫ Нет, им не суждены краса и просветление. Я повторяю их на память в полусне. Они – минуты праздного томления, перегоревшие на медленном огне. Но всё мне дорого – туман их появления, их нарастание в тревожной тишине, бесплана, вспышками идущее сцепленье, моё мучение и мой восторг оне. Кто знает, сколько раз без этого запоя, труда кошмарного над грудою листов, я духом пасть, увы, я плакать был готов среди неравного изнемогая боя. Но я люблю стихи, и чувства нет святей. Так любит только мать и лишь больных детей. Очень искусный сочинитель напишет слёзную историю о бедной девочке, задавленной нищетой, или юноше, безнадёжно влюблённом в принцессу. Так или иначе, сюжет известен и желателен счастливый конец. Поэт не думает о сюжете. В его святом чувстве мир полон скорби и бесчеловеческих слёз. Не о преобразовании мира печётся Иннокентий Фёдорович. Бледнолицый ангел ночи ещё не приступил к вечернему богослужению. Что-то не так, если дети больны и плачут. Что-то не так устроено в нас самих, быть может, в наших органах чувств, быть может, в нашем сердце. И день пережитой томится неотмоленным грехом. Взглянуть на него, увидеть, что же болит и от чего, увидеть, что причиняет боль. Посмотреть в глаза чудовищ, как скажет его ученик. И не испугаться, сохранить достоинство и способность мыслить. Среди неравного изнемогая боя закрыть с собой мировую брешь, из которой зло черпает силы. Всё тёмное боится света, когда взгляд направлен прямо в глаза. Всякий поэт, – полагал Иннокентий Анинский, – в большей или меньшей мере есть учитель и проповедник. Если писателю всё равно, и он не хочет, чтобы люди чувствовали то же, что он, желали того же, что он, и там же, где он видели доброе и злое, – он не поэт, хотя, может быть, очень искусный сочинитель. Анинский о формах фантастического у Гоголя Тоска возврата Уже лазурь злотить устала от цветные вырезки стекла, Уж буря светлая хорала под тёмным сводом замерла. Ни мои тени вереницей идут через северный портал, Но ангел ночи бледнолицей ещё кофизм не читал. В луче прощальном, запыленном, своим грехом неотмаленным томится день пережитой, как Серафиму Боттичелли, Просыпав локон золотой на гриф умолкшей пелончели. В очерке «Белый экстаз» у Анинского есть поразительно точное, но на первый взгляд обескураживающее замечание. В основе искусства лежит обоготворение невозможностей и бессмыслицы. Поэт всегда исходит из непризнания жизни. Бессмыслица – обман, бессмыслица – небытие, с которым не может быть никаких дел. Здравый смысл подсказывает избегать всё тёмное, бессмысленное и не мечтать о невозможном. И вдруг… Средоточие воли поэто фатальным образом устремляется в никуда. Как же так? Разве ничто подлежит обоготворению? Разве никто – имя? Бывает, что люди не слышат друг друга и тем труднее различить голоса, дошедшие сквозь десяток эпох. Нисколько не смущаюсь тем, что работаю исключительно для будущего и всё ещё питаю твёрдую надежду в пять лет довести до конца свой полный перевод и художественный анализ Эврипида, первый на русском языке, чтоб заработать себе одну строчку в истории литературы. В этом все мои мечты нарушал молчание вокруг переводов Эврипида голос одинокой музы «Никто». Аннинский из письма Бородиной 29 ноября 1899 г. Титанический труд между этапами тоски Молчаливое окружение готово повторить уроки прямо на ногих гранях бытия, ведь так сладко сомнением убивать смысл. Остаётся уповать на будущее, одухотворяя бессмыслицу и обожествляя невозможное. Тоска По бледно-розовым овалам, туманам утра облиты, Цвелись с букетом небывалым стального колера цветы, И мух, кочующих соблазны, отраву в глянце затая, Пестрят назойливой и праздной нагие грани бытия. Но лихорадкой утомимый, когда неделями лежишь, В однообразие их таимый, поймёшь ты сладостный гашиш, Поймёшь на глянце цинтифолий, считая бережно мазки, И строя ромбы по неволе между этапами тоски. Жизнь явлена взору внешней стороной. Той самой, о которой часто и много говорится. Но всё не о том. Хлеба и зрелищ требует людская порода. Что ж, это далеко не вся жизнь. Всё-таки имеет смысл заглянуть в глаза. Творческое мышление, творческое действие – вот её суть. Хотя не всякое мышление подлинное. Рассчитывающее мышление калькулирует. Немецкий философ Мартин Хайдегер говорил о нём не иначе, как о бытии, которое, само собой, деградирует в посредственности. Не надо дурачить себя. Все мы, включая и тех, кто думает по долгу службы, достаточно часто бедны мыслью. Мы слишком легко становимся бездумными. Бездумный – зловещий гость, которого встретишь повсюду в сегодняшнем мире, поскольку сегодня познание всего и вся доступно так быстро и дёшево, что в следующее мгновение полученное так же поспешно и забывается. Мартин Хайдегер. Отрешённость. Будучи ректором Фрайбургского университета в 1933–1934 году, философ заслужил обвинения в сотрудничестве с нацистами. С 1945 по 1950 год ему было запрещено заниматься преподавательской деятельностью. Профессор Хайдегер рассуждал о времени и бытии, мышлении и отрешённости прямо на просёлочной дороге, потому что с кафедры не было позволено ни в тридцатые, ни в сороковые, а в пятидесятые сам заточил себя в высокогорье только мыслей и слов, постигая красу. Поэт Хайдегер по утрам перечитывал древнегреческие тексты и различал два фундаментальных состояния человеческого дутия – подлинное, аутентичное и неподлинное, в котором человек занят чем-то исключительно внешним и посвящает себя дорогим безделушкам и капризам. Он бежит за праздником жизни и никак не может настигнуть его – веселье какое-то горькое, похмелье дурацкое. Человек ограничился незадачами и то и дело беспокоится о том, как выглядит в глазах других людей. Его жизнь пустая и бессмысленна. Что останется после него? Вещи. Память – хорошо, если память добрая. А была ли его жизнь настоящей? В мире, который в конечном счёте обманул его, потому что всё, что приобретено, оказалось щитой, эти драгоценные игрушки повзрослевших детей невозможно забрать с собой, разве что их положат в могилу, как некогда золото и домашнюю утварь фараонов. Хайдеггер называл такую жизнь неподлинной, бытие неаутентичным. Желание Когда к ночи усталой рукой допашу я свою полосу, я хотел бы уйти на покой в монастырь, но в далёком лесу, где бы каждому был я слуга и творению Господнему друг, и чтоб сосны шумели вокруг, а на соснах лежали снега. А когда надо мной зазвонит медный зов беспросветной ночи, уронить на холодный гранит талый воск догоревшей свечи. «Есть иная жизнь в этом зловредном мире», – утверждал немецкий философ. – «Мы можем вырваться из неаутентичности и постичь мир чистого бытия. Для этого нужны крылья знания и поэзии, ведь человек изначально мышлению предназначен и уготовлен». Но даже когда мы бездумны, мы не теряем нашей способности думать. Мы её, безусловно, используем, но, конечно, особым образом. В бездумности мы оставляем способность мыслить невозделанным, под паром. Но только то может лежать под паром, что способно стать почвой для роста, например, пашни. Автострада, на которой ничего не растёт, никогда не может лежать под паром. Как оглохнуть мы можем только потому, что обладаем слухом, а состариться только потому, что мыли молоды, точно так же мы можем стать бедными мыслями и даже бездумными лишь потому, что в самой основе своего бытия человек обладает способностью к мышлению, духу и разуму, и мышлению предназначен и уготован. Мартин Хайдегер. Отрешённость. Молот и искры Молот жизни на плечах мне камни дробя, так мучительно груб и тяжёл, а ведь, кажется, месяц ещё не прошёл, что я сказками тешил себя. Те, скажи мне, завянуть успели ли цветы, что уста целовали любя, или, их обогнав, улетели мечты, те цветы. Я не знаю, тебя я люблю или нет, не горит ореол и горит, это ты и не ты. Молот жизни мучительно, адски тяжёл, и не искры под ним красоты. А ведь, кажется, месяц ещё не прошёл. 1901. Молот жизни уничтожает всяческое раздумие. «Калькулируйте, иначе разоритесь!» – требует он. В повседневности нет места любви. Калькуляторы знают руки, но не их тепло. Там, где поэт осмысливает, рассчитывающее мышление калькулирует. Оно беспрерывно калькулирует новые, всё более многообещающие и выгодные возможности. Вычисляющее мышление загоняет одну возможность за другой. Оно не может успокоиться и одуматься, прийти в себя. Вычисляющее мышление – это не осмысляющее мышление. Оно не способно подумать о смысле, царящем во всём, что есть. Мартин Хайдегер. Отрешённость. Человек-калькулятор совершенно безрезультатно может искать смысл жизни, поскольку по отношению к самому себе он применяет те же математические процедуры, что и к вещам. Смысл же царит во всём, что существует. Смысл и есть существование. Без смысла нет ни вещи, ни человека, ни живой души, ни искр красоты. Груб и тяжёл молод жизни. Лишь творчество, осмысливающее бытие, удерживает его. В очерке на книгу, в которой реалист Толстой низводил весь ужас в действительности к убогой притче, Иннокентий Анинский заметен. Творчество может соединиться с известной долей страдания. Оно может рождать иногда довольно неприятные сомнения. Ему полезно бывает недовольство художника самим собой. Но ни об этом, ни о физических потерях организма, неразрывных с писанием книг или картин, при творчестве не стоит и упоминать, так как всё это с избытком окупается той полнотой существования, которой не могло бы и быть без элемента страдания. Анинский «Власть тьмы» Вот почему поэт не признаёт жизнь бессмыслицу неаутентичности. Он знает, что настоящая жизнь здесь, где присутствует смерть, невозможна. Что остаётся человеку? Только обогатворять эту невозможность и наделять смыслом бессмыслицу повседневности. Так возникает искусство и философия. А боготворение невозможного Анинского – это молитва, из которой возникает творчество, чудо появления новой мысли и новых вещей, совершаемое нерукотворно. О каком развлечении искусства и жизни можно говорить в таком случае? Творчество и есть бытие. Искусство и есть жизнь. И любая, даже самая завалящая вещь, а не то, что жизнь, наделена смыслом. Ничто, ни жест, ни звук и ни слова не обделено вниманием, но не тем, какое рассеянно, интенционально, избирательно общается с глядящим нам в глаза миром. Речь идёт о другом. Нет ничего, что скрылось бы от зоркого ока трансцендентального правила. Религия называет его Богом, философия – абсолютной идеей, поэзия «Лемпосибль» – невозможна. НЕВОЗМОЖНО Есть слова, их дыханье, что цвет, так же нежно и белотревожно, но меж них ни печальнее нет, ни нежнее тебя. НЕВОЗМОЖНО Не познав, я в тебе уж любил Эти в бархат ушедшие звуки. Мне являлись мерцанье могил И сквозь сумрак белевшие руки. Но лишь в белом венце хризантен Перед первой угрозой забвенья Этих В, этих З, этих М Различить я сумел дуновенья. И, запомнив невестой в саду, Как в апреле тебя разубрали, У забитой калитки я жду Позвонить к сторожам не пора ли? Если слово за словом, что цвет Упадает белее тревожно, Непечальных меж павшими нет, Но люблю я одно – невозможно. 1907. ЦАРСКОЕ СЕЛО Читаем в невозможном у Артюра Ромбу. Дух мой, поостерегись, Буйством не спасёшься, Трудись над собой. Ах, какой же тихоходной Кажется нам с тобой наука! И тут я замечаю, что дух мой спит. А ведь если бы, начиная с этого мига, Он вечно бодрствовал, Мы бы скоро обрели истину, Которая, быть может, окружает нас Вместе с сонмами рыдающих ангелов. Если бы он бодрствовал до этого мига, Я не поддался бы тлетворным страстям В те незапамятные времена. А бодрствуй он вечно, Я бы давно уже плыл по океану премудрости. О, чистота! О, невинность! Миг пробуждения одарил меня Кратким видением невинности. Дух ведёт к Богу. Чудовищное невезение! Артюр Ромбо. Пора в аду. Бой неравный. С одной стороны – голос одинокой музы, Сочетающий в себе малое и великое, Пышность дворцов и насущные потребности Того, что принимаем за жизнь. С другой – падение и отрешённость, Дух бескрылый, усталый от бодрствования. Ты устанешь и замедлишь, И на миг прервётся пенье. Николай Гумилёв. С одной стороны – смычок и струны, Человек в усилии постичь невозможное И неизбывно влюблённый в него. С другой – мука и боль, То, что людям музыкой казалось, И неизбежное поражение. Бой неравный. На исходе его человек, Не сдаваясь, всё равно погибает, А сдавшись, более не воскресает. Чудовищное невезение. Едва пробудившись от сна бездумности, Узнав, что такое струны и боль, Из рук выпустит своё спасение. Дух бодрствующий ведёт к Богу. И тут я замечаю, что дух мой спит. Какой тяжёлый тёмный бред! Воистину, какое чудовищное невезение! Смычок и струны. Какой тяжёлый тёмный бред! Как эти выси мутнолунны Касаться скрипки столько лет И не узнать при свете струн! Кому ж нас надо? Кто зажёг два жёлтых лика, два унылых, И вдруг почувствовал смычок, Что кто-то взял и кто-то слил их? О, как давно! Сквозь эту тьму, скажи одно, Ты тали, тали! И струны ластились к нему звеня, Но ластись трепетали. – Не правда ли больше никогда Мы не расстанемся? Довольно? И скрипка отвечала – да, Но сердцу скрипки было больно. Смычок всё понял, Он затих, а в скрипке эхо всё держалось, И было мукою для них, Что людям музыкой казалось. Но человек не погасил до утра свеч, И струны пели, Лишь солнце их нашло без сил На чёрном бархате постели. Ты перевёл её! – И струны… Слово… Слыши!